Друзья, всем привет! Сегодня у нас премьера на канале, у нас абсолютно неожиданный гость. Такого автомобиля еще не было, это BMW 5 в 39-м кузове, Туринг и автомобиль. Сколько ему на сегодняшний день получается? 22 года, 2000 год выпуска по документам, по крайней мере. И вы можете сказать, ну что с ним может быть не так? Так, кстати, я вот отдельно, перед тем, как мы с вами будем отвечать на вопрос, что с ним может быть не так, отдельно хочу заметить, что этот автомобиль 11 лет назад встал на учет в ГИБДД абсолютно спокойно, попал в хорошие добрые руки. Но я же вижу человека, у вас не могут быть плохие руки, по вам прям это читается, видно. Так вот, машину поставили на учет, проверили, благополучно эксплуатировали и дернул черт человека с золотыми руками. Войти в интернет, зарегистрироваться на форуме BMW-шников, и в общем они ему разложили ситуацию, что машина-то у вас рестайлинговая, а по году выпуска она вроде бы как не рестайлинговая. И вот здесь вот у старушки начались проблемы. Ну проблем, по крайней мере, пока нет, но есть все предпосылки, что спокойно пенсию автомобиля не выйдет, не получится. Мы сейчас будем ее проверять, будем смотреть, тем более Алексей, владелец автомобиля, он предварительно посмотрел машину и сказал, Максим, как-то вот очень странно, вроде бы как по комплектации и по выпуску она апрель 2000 года, а по всей проводке и по всему, что есть в автомобиле, она вроде бы как 2001. Даже октябрь, по-моему, если не ошибаюсь, или вы говорили? По выпуску, по ВИН-номеру она, это апрель 2000, это то рестайл, а по всей комплектации это конец 2001 года и полный рестайл. Ну я и говорю, там октябрь, по-моему, что-то мы с вами обсуждали, то есть уже конец 2001 года именно идет. В общем, такая несостыковка, под старость лет прилетел автомобилю оттуда, откуда не ожидали вообще и абсолютно. Давайте посмотрим машину, есть, конечно, определенные нюансы, чем старее автомобиль, тем тяжелее с ним работать, ну в том плане, что уже многое заменено, понятно, что может поменяться проводка, могут поменять даже салон частично, либо целиком, могут поменять двигатель, могут поменять все, что угодно, поэтому старые автомобили, их очень тяжело по общей картине бить именно по дате выпуска, потому что если мы берем свежий автомобиль, он чаще всего спокойно абсолютно пробивается по датировке. Но и опять же, вот отдельно хочется заметить, что даже если автомобиль старый и он кардинально весь по всей комплектации и по всему, что в нем установлено, также не совпадает по дате и дата одинаковая, то есть вот, допустим, мы возьмем отправную точку сейчас, что это конец 2001 года, это тоже наводит на определенные мысли, потому что крайне редко так бывает, что человек приезжает на разборку и говорит, дайте мне все, вот все, что у вас есть, вот стоит автомобиль, давайте вот заверните, не знаю, там приехал поворотник покупать, потом психанул и решил купить абсолютно все. Так вот, давайте от слов перейдем к делу и посмотрим, какие сюрпризы нас ожидают. Начнем с осмотра подкапотного пространства, даже не с осмотра, а с генеральной уборки. Друзья, у меня для вас отличная новость. Все мы знаем, что 11.11 началась распродажа на Алиэкспресс, а это значит, что можно купить любимые товары со скидками до 90%. Вы не поверите, но при этом Алиэкспресс дарит классный кэшбэк. Сделайте заказ от 1111 рублей на Алиэкспресс и получите кэшбэком 1111 баллов. Кстати, я тоже принимаю участие в распродаже на Алиэкспресс и уже присмотрел себе некоторые товары, за которые в виде кэшбэка получу 1111 баллов. Это зарядная станция и беспроводной вертикальный пылесос. Переходите по моей ссылке и принимайте участие в самой долгожданной распродаже года, которая продлится с 11 по 17 ноября. Ссылку оставлю в описании или переходите по QR-коду. Открываем капот. Сразу же можем обратить внимание, еще до генеральной уборки, можем обратить внимание на следы коррозии на опорном стакане и следы коррозии на втором опорном стакане. Но между этими двумя стаканами есть очень большая разница. Если вы посмотрите сейчас на сравнение, как выглядит краска и какой оттенок и какие вкрапления на левом стакане, на котором нанесен номер продукта, технический номер, и вы также для сравнения посмотрите на краску по правому стакану, я думаю, что самые зоркие из вас видят, что стаканы покрашены разной краской. Ну, приберемся, уберемся и потом более детально уже будем смотреть. Или нет, давайте вот что мы с вами сделаем. Мы для начала, до того как начнем здесь чистить и убирать, посмотрим по проводке, посмотрим по датировке, ну хотя бы какие-то основные моменты, которые вот лежат на поверхности и бросаются в глаза. Ну, например, вот этот вот проводок, он у нас датирован 1 октября 2001 года. Это раз. Два. Ну, например, откроем крышку. На крышке есть какая-то датировка? Да, датировка есть. Точно так же октябрь 2001 года. Куда еще нырнем? Ну, давайте в салон входим. В салон частично поменяли, то есть вот эти кресла, они не принадлежат автомобилю изначально. Об этом мы знаем, об этом Алексей нас предупредил, но тем не менее, ремни безопасности, панель, то есть торпеды, все вот это не меняли, все это оставили в первозданном виде. Проверяем датировку по ремням. Что у нас здесь? 2001 год. Замечательно. Бирка точно так же. Октябрь 2001 года. Сейчас я вам покажу еще одно место, где есть датировка по автомобилю. Вот эта наклейка, она наклеивается уже в самом конце сборочного процесса, поэтому по ней можно, в общем-то, смело ориентироваться по дате выпуска. Вот эта вот наклеечка нам говорит о том, что автомобиль собирался, или, скажем так, в самом конце сборочного процесса, находился 30 октября 2001 года. А теперь заглянем в багажник. Алексей, я вижу, вы меломан. Здесь такое. Любите, чтобы погромче? Вот тоже замечательная наклейка, но она уже от возраста настолько скукожилась, что вряд ли мы что-то сможем понять и прочитать. А наклеечка очень информативная. Так, здесь у нас что? Вот, вот датировка, пожалуйста. Ага. 2001 год. Сентябрь или нет? Август. Август, но это не важно. Главное, что 2001 год. Может, здесь наклейка более информативная. Да. 28 октября 2001 года. Замечательно. Я думаю, что с датировками все понятно. Перейдем теперь от... От чего? От аперитива к основному блюду. А именно к номеру кузова. У автомобиля двигатель трехлитровый. Изначально здесь был другой двигатель. И Алексей поменял двигатель. Это как-то связано с той книжкой, которую мы видели в багажнике? Нет. Нет? Старый жрал масло вместе с бензином. Так. Было решение, что капиталец, смысла его нет. Трехлитровый. 2,2. И было проще. Привезли с Европы трехлитровый. Он сам воткнулся как родной. Коробка старая. Электрика не... Ничего не надо менять. То есть он болтом стал. И все. Ну круто. Но вы в курсе, да, что это внесение изменений в конструкцию транспортного средства? Что с регистрацией все? Ну чем не дутейлинг, да? Под открытым небом. Хорошо стоим, разговариваем, чистим, моем. Вообще красота. Знаете, Алексей, что меня настораживает? Меня настораживает абсолютное отсутствие грунтовки под краской. Голый металл. То есть краска и сразу же металл. Ну это так, для начала. Вадик предложил, не подумав, конечно, использовать сразу шуруповерт. Но мы с Алексеем сказали, что нет. Нет. Мы хотим соблюсти абсолютно все стадии и этапы осмотра. И для начала мы будем использовать именно смывку краски. Вполне возможно, мы добьемся нужного результата смывкой. Но если мы его не добьемся, то шуруповерт у нас на готове и под рукой. А подождите, вы меняли, когда мотор вы меняли? Мозги родные. Остались старые? То есть блок управления двигателем старый? Тогда пока смывка делает свое дело. Кстати, посмотрите, как она начала активно смывать краску. Хотя температура далеко не рабочая для смывки. Хорошо бы так, что плюс 20-25 было. Хотя бы у нас сейчас вокруг нуля. Но, тем не менее, смывка нормально работает. Мы не будем мешать. Посмотрим пока блок электронный. Может быть, там какая-то для нас ценная и полезная информация в том числе будет. Здесь мы уже сегодня были. Поэтому мы идем по проторенному пути. Фильтр уберем в сторону. Так, ну что, ну по датировкам. Мы уже, в общем-то, расставили все акценты. Все сказали. Ну, на всякий случай, я не знаю, еще раз посмотрите. Десятый месяц 2001 года. Все. Вот, ну от этого никуда уже не деться. Алексей, вы прям слышите гранник? А ничего, если вы попадете в кадр? Нормально? А вот и человек с золотыми руками. Кстати, можете познакомиться. Это не запланировано было. Ну, раз уж вы зашли в кадр, почему бы и нет. Вот эту машину я разбирал не один раз. Ничего, 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 ничего. А фонарик тоже не один раз падал. Поэтому нормально все. Конечно. Вам привычно машину разбирать. Мне, кстати, тоже привычно. Спокойно. Чуть было не потеряли человека с золотыми руками. Я подержу. Вы в надежных руках, Алексей, не беспокойтесь. Только у нас взаимовыручка. Потом вы будете держать капот, раз такие дела происходят у вас. Ну, можно, да? Амурт этот светил. Так, ну, тогда открутите. Да. Скорее всего, мы можем и не добраться. Мы сейчас с провернутой байки. Ну, мы хотя бы будем знать, что мы попробовали. Это? Конечно. Пожалуйста, щетку могу дать, если надо. Опа. Нет. Ну, что, достаем? Опа. Достал. Давайте-ка мы попробуем его сейчас отсюда достать. Если хотите, вынуть. Так. Что у нас тут зачем отсоединяется? В какой очередности? Есть. Так, Алексей, можно у вас попросить, если вас не затруднит, свидетельство о регистрации? Как вариант. Я просто на память ВИН ваш не помню. ВБА. Другой. Да, ДС. А у нас ДР. Дальше у нас по СТС-ке идет 110Х. Другой ВИН абсолютно. Видите? Да. Зайдите на сайт ГИБДД РФ, посмотрите, может быть, сейчас какое-то чудо случится. Я предполагаю, скорее всего, я не могу с уверенностью на 100% сейчас говорить, но вот это вполне возможно ВИН, оригинальный номер автомобиля. Сейчас по-хорошему бы нам нужно по сайту ГИБДД РФ проверить. Ну, для начала, да, вот прямо здесь в полевых условиях. А второе, пробейте ее по комплектации и по дате выпуска. Знаете, как это делать? Да. Посмотрите тогда вот этот момент сейчас. Озадачитесь. Давайте-ка я тоже тогда ее сейчас. Вы пробили, нет, по комплектации? Надо пробивать. Это там последние цифры? Дайте я вас посмотрю, что у вас там. ВБА-ДС. ВБА. Так, ВБА-ДС. 110Х0. 110Х0. ГЗ. Ага. 69. 275. 275. 275. Смотрите, вы это видите? Вадик, покажи, пожалуйста, тоже. Вот, пожалуйста, и ответ на вопрос, я думаю, дальше будет еще интереснее. Здесь такой момент, когда ты уже понимаешь, у кого в руках какие карты, ты понимаешь, что сейчас как это все будет выглядеть, но, тем не менее, вот даже без того, как мы смыли окончательно краску, мы уже видим, что вот этот винт на блоке, который мы с вами обнаружили, он полностью, ну, он соответствует, по крайней мере, датировке по выпуску. Может быть, она пришлась Европа уже в таком виде. Вообще легко, абсолютно спокойно. Это начало 2000-х. Наши любимые литовские братья могли перебить, переварить все, что угодно. И не только литовские, и не только литовские. Там много кто этим занимался, и большое количество таких машин. То есть мы не знаем временной отрезок, когда автомобиль поменяли по маркировке. Но мы уже сейчас понимаем, что его поменяли. Нам осталось просто, скажем так, вишенку на торт положить, снять краску, показать и самим увидеть, как все это сделано. Но то, что мы увидели, бьется полностью по комплектации, бьется по выпуску, по датировке, бьется по датировке. И нет информации в базе по розыску. Соответственно, она могла прийти сюда не растаможенной, как вариант. Она могла сюда въехать уже под российские документы. То есть там ее могли изменить под документы, которые из России, в России уже были оформлены. То есть вариантов очень много. На самом деле их действительно очень много. И здесь отдельно стоит отметить, что как бы это ни произошло бы, и где бы это ни произошло бы, это сейчас не будет играть большой роли в судьбе автомобиля. То есть она в любом случае с долей вероятности в 99% изменена. Нам осталось просто вскрыть карты, которые лежат на столе. Так понятно, что... А может не изменена? На заводе накосячили. Набили не тот винт. Ну ладно, я надежду хотел вам дать. Давайте снимать. Видите? Под краской полосочки трассы. То есть следы, как обрабатывали металл. Вадик, покажи прям уважаемым подписчикам, крупным планам, как все это выглядит. А кто-то много-много-много лет назад старался, красил, изменял маркировку. таким способом. Вот. Вадик. Вот. Вадик. Просто перели rabи. Смотрите продолжение в следующей серии. Она есть, но значительно ниже. Вот здесь вот. Вот так вот должно выглядеть с завода. Здесь в том числе, а не просто голый металл под краской. Обезжирим металл. Вот он вокруг, контур виден. Вот так вот. Из-за этого, кстати, здесь дырка образовалась под первой группой знаков. А вот здесь вот что-то микротрещина. Трещина. Алексей, контур виден. Видите? Да, видим. Вот он. Вот так вот и сюда. Как раз вот в этом вот месте и работали со стаканом. Он от кислоты абсолютно четко проявился. Контур еще лучше стало видно. Вот он, абсолютно замкнутый. Еще обезжирим разочек для того, чтобы обработать металл. Покроем его прозрачным лаком. Друзья, вы были свидетелями того, как мы автомобиль проверяли. Можно констатировать, что старушка отмучилась. Но, насколько я понял, Алексей вообще не особо, честно говоря, смущает вот эта история, что у автомобиля изменена маркировка. Его больше беспокоит, что ему делать с ржавчиной на стакане. Хотя, я бы сказал, что вопрос нужно ставить иначе. Но у Алексея, видимо, свое видение проблемы. Он не унывает. Потому что у него все плюсы. У него замечательная музыка. У него трехлитровый двигатель. И вообще хорошее настроение. Поэтому, друзья, бывает, к сожалению, даже так, что ты на автомобиле 11 лет передвигаешься. Ты сам его регистрировал. Ты платил за него деньги. Ты его каким-то образом проверял. А потом раз и прилетело оттуда, откуда ты абсолютно не ожидал. Так что, друзья, если у вас есть интересные автомобили. Если вы чувствуете, что у вас тоже на подлете какая-то проблема к вам приближается. Вы можете точно так же, как и Алексей, написать мне письмо. Написать мне в телеграм. Предложить автомобиль на проверку. Для того, чтобы понять, что за автомобиль. Честный он. Либо он с измененной маркировкой. Может быть, он восстановлен после серьезного ДТП. Само собой, если машина приезжает ко мне на канал, то съемка, проверка. Все это для вас абсолютно бесплатно. Вы получаете информацию по автомобилю. Я получаю контент. Люди, которые смотрят мой канал. То есть, вы получаете бесценный опыт. Все довольны, все счастливы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм. Жду ваши автомобили на съемку. Также предлагайте автосхемы. И автозамуты. На сегодня все. Всем пока.